Продолжение следует... 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 Город Грозный, или город Дагестан, или Лингушетик, или прочие кавказские регионы. Это их город, и там у них их традиция. А у нас там тоже свои традиции. У нас очень центральный город. Поэтому уважать традиции нужно как бы тоже. И москвичей в первую очередь. Например, это первое. И второе. Как утверждают, например, нациалистические группировки и группы. Аллах создал Москву, и Москва не для москвичей. Вот что хотелось им ответить на этот вопрос. Сразу вот четко. Это большая их ошибка. Мы будем еще раз эти вопросы обсуждать, конечно, во всех миджлисах и, допустим, и тейпах России. Но хотелось бы заметить. Нью-Йорк и прочая Америка, они сказали, что тоже является... Ее создал Аллах. И поэтому мы будем там творить, что хотим. И чем закончилась вот последняя акция братьев Цунаровых, например, в Америке. Вы знаете, например, да? Не будем далеко ходить. То есть, ребята, надо как-то включать мозги и думать о будущем поколениях, ну и России. К нам и так во всем мире плохое отношение. Вот, кто принес с собой подписные листы, сдавайте нашим агентам, например. Так, ну что у нас, например, от моднейшей ассоциации пенсионеров Рублевская резня. Есть еще вопросы, например? Вот, человек спрашивает, когда построят в Москве Лас-Вегас. Естественно, как называется, мы планировали построить Лас-Вегас в Химбах, например. Но, когда, например, к Москве присоединили южные территории, например, да? Мы там построим моднейший город Лас-Вегас-3, например, в общем-то, вот. И, соответственно, москвичи все будут иметь 50% прибыли, которую будет приносить казино. Это будет четко делиться на москвичей. На эти деньги мы сможем делать моднейшие программы, например. А также каждый человек будет получать крупную сумму денег для радостной жизни. Практически может все время сидеть, курить сигару и сырить плазму, например. Но, естественно, москвичи не донятся, все-таки, например, да, называется. Они будут заниматься саморазвитием, бизнесом, например. И, да-да-да, опять же, будет ломовейший досуг пенсионеров, например, да? Вот я от себя также обещаю, что всем пенсионерам будет бесплатный проход на моднейшей дискотеке, например, в общем-то. Тем более после такого моднейшего апгрейда, который им сделает ведомство баронессы, например. Что практически все пенсионеры, они будут после пластической операции, будут выглядеть примерно 17-18 лет. И могут даже уже участвовать в моднейших компаниях, например, в программах на НТВ, которые снова открыли в России. Гостиница, например, из центра Измайлова, он не является коренным москвичом. Гостиница в полном запустении, я там вот недавно был с комиссией. Отлично. Значит, гостиница в полном запустении, цены метрические, 300, 200, 100 долларов номер. Абсолютно идиотские номера. То есть, он стоил, гостиница строилась в Олимпиаде, например. То есть, там должны были жить гости столицы 500 рублей в день. То есть, она стоит полностью пустая, просто гниет и чахнет. А потом люди, приезжающие в Москву, они не знают, где остановиться, у вас дурацкие цены, у вас самый большой дорогой город. Это неправильно, мы это тоже и строим. Я не беру примеры, как «Континенталь-националь», там место обязывает. Но большинство гостиниц и сервис, он отсутствует в Москве. Моя настроение. Конечно, перфоманс, например. Вот, всех приглашаем в воскресенье на пляж «Руки вверх», например, где будет следующая акция КТР приходить, где будет масса музыки, буквала, например, шашлыка и так далее. Потом, в среду, мы будем проводить акцию о закрытии недобросовестной сети Facebook, которая удаляет постоянно головы девицы из нашей фотографии, например. Тем самым вмешивается в нашу личную жизнь, например. А потом, в конце недели, будет перфоманс на Белорусском вокзале с требованием запретить, так сказать, на трансляцию песен Газманова «Москва колокола», например, я считаю. Да, и господа офицеры. Вот там, кстати, поют реальные офицеры, что-то Газманова, я там не вижу, например. То есть афганские люди, реально. По сути, за радостную и светлую жизнь. Понятно? Да. Да! Все, все, спасибо. Кушалка, вершина, например. Да, да.